Девушки отдыхают Причем это не самый лучший способ объяснить что-то человеку Лучший способ донести какую-либо мысль это добро Вот и чувак, который вынес другого с локтя и решил так поступить Спокойной ночи, малыш Вот это я понимаю хорошие манеры Если серьезно, то насколько нужно быть уравновешенным человеком Чтобы так позаботиться о том, кто только что на тебя дико выебывался Многие бы в этой ситуации сверху бы еще и плюнули и попинали Если бы я, например, оказался в такой ситуации Я бы что-нибудь поинтереснее придумал, что можно было бы сделать с отрубившимся человеком Можно было бы переодеть его в костюм цыпленка Отвести на какую-нибудь ферму и бросить на свиновал Представляете, как бы он охуел, когда проснулся? Вроде вчера собирался набить ебало какому-то чуваку А тут хуяк на ферме в костюме цыпленка оказался И что он делает вот тут? Не знаю, как вам, а мне кажется, что он ему решил сливку поставить И вообще весь замес по этой теме произошел Ха-ха, я тебе сливку поставлю! Нет, я тебе! На! Я же говорил, что я тебе сливку поставлю! А по правде этот парень просто в Хитмана переиграл Заебись спрятал, теперь точно никто не найдет Надо было еще в одежду вырубленного чувака нарядиться, чтобы прям вообще как Хитман быть Я обычно не обсуждаю видео с разводами и прочими розыгрышами Но вот следующее видео реально интересное В общем, чувак позвал своего друга к себе домой, чтобы показать ему что-то якобы очень крутое у себя на компе Прямиком в ад нахуй! Давненько я этого не говорил Но это выглядело именно так Интересно, почему этот чувак решил так поступить со своим другом? Я понял! Сейчас многие подростки жалуются на постоянное недосыпание И этот парень заключил сделку с дьявольским диваном Уговор таков, я позволяю тебе полностью высыпаться на мне без потери личного времени Но взамен ты должен будешь приносить мне в жертву своих друзей Хорошо А, не, я понял! Вы посмотрите, в каких он штанах! Ну тогда он это заслужил Да я бы своего друга за такие штаны не то чтобы в диван, я бы его в раскладушку захуярил И вот именно таким образом у людей начинается клаустрофобия А представляете, есть ли у него такая особая ее разновидность? Доктор, у меня какая-то непонятная боязнь Я очень боюсь быть завернутым в диван Не волнуйтесь, обычно такие страхи редко воплощаются в реальность Не бойтесь Вы только подумайте, кто и при каких обстоятельствах может такое с вами сделать Знаете, вот после этого я постепенно начинаю осознавать всю серьезность о натидеофобии Ну, боязни того, что где-то за тобой наблюдает утка Все ведь любят на велосипеде кататься, да? И я думаю, многие катались на нем в деревне Бывает, выйдешь из дома и к другому концу села уже всех собак за собой собрал В общем, вот вам видео с похожей ситуацией Ебать, у него выхода не было Бля, ну по-правде жестко он влетел Обратите внимание, настолько жестко, что аж фонарь перестал светить А собаки наверняка после этого разбежались по сторонам Они ж только до движущихся объектов доебываются Стоп, 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 пацаны, пацаны, а где он? Да хуй знает, где-то в районе столба испарился Реально, я не понимаю, как он после такого столкновения со столбом Сквозь него на платформу 9,75 не попал И вообще, может, дело происходит в каком-нибудь маленьком городке И это вот такой вот у них способ экстренного выключения уличного освещения Так, ребята, у нас ЧП, нам нужно срочно выключить все фонари в городе Короче, нам нужно 9 тысяч ребят на велосипедах и 27 тысяч собак Пацаны, пацаны, пацаны! Я не верю в конец света в 2012 году, но походу все эти слухи могут оказаться правдой И у меня как раз есть видео, в котором показано, как все произойдет Слушай, не надо Женька сказал, что выебал я себе Я пошутил Кирпич Я пошутил Ать, не раскололся Ать Хорош Забери Макс у него, блядь, а то он себе всю бошку разобил Забери, он тебе говорит Иди, поставь его на место Все, свет поган Не, ну реально, ведь круто в конце свет вырубился Прямо как в фильмах ужасов А так вообще мужик какой-то уж слишком покорный Не надо Женька сказал Не надо Не надо Не надо Я пошутил Я пошутил Кирпич Я спустил Забери Макс у него, блядь, а то он себе всю бошку разобил Ать, не раскололся Он так это говорит, как будто не про кирпич, а про голову мужика Ать, не раскололся А еще в этом видео есть послание для меня Хорош Забери Макс у него, блядь, а то он себе всю бошку разобил Дед, слышишь, что Женька сказал? А ну-ка давай-ка сюда кирпич Иди, поставь его на место Все, свет поган Блядь, ну ну хуя ты свет выключил Ну и напоследок еще одно Вы слышали, как в один момент на заднем плане кто-то пару раз по струнам гитары ударил Я пошутил Кирпич Я спустил Ну это вообще провал Настроили бы хоть гитару сперва Хотя такой саундтрек под данную ситуацию подходит идеально Вы всю неделю думали, что же показывал вот этот чувак Никто не догадался, но мне понравились вот эти варианты Вот этот самый ништяк Прям вообще ништяк А теперь правильный ответ Я показываю аватара А следующее видео на интерактив нам прислала Лена Катина, экс-солистка тату и текила Привет, Макс, плюс сто пятьсот Отгадайте, что мы показываем Ваши самые интересные догадки, а также правильный ответ мы покажем в следующем эпизоде Присылайте мне видео ответом на ютюбе или вот на это мыло то, что вы сами хотели бы показать в интерактиве А также не забывайте, что каждый четверг на сайте Карамбы выходят эксклюзивные эпизоды плюс сто пятьсот Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на новые видео И тогда за вами никогда больше не будут бегать собаки, когда вы будете ездить на велосипеде Про свиней и гусей ничего не буду говорить Но собаки точно, по-любому, я проверял уже Это был Плюс сто пятьсот, меня зовут Максим, пока! Субтитры сделал DimaTorzok